МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Главная тема. Сегодня Россия отмечает День космонавтики. 56 лет назад Юрий Гагарин совершил первый орбитальный облет планеты Земля. В Архангельске есть памятник первому человеку в космосе. Его установили на предмостной площади в качестве подарка на 400-летие города. Каждый год, накануне 12 апреля, волонтеры приводят монумент в порядок. Мы приехали сюда, потому что мы считаем, что памятник первому советскому космонавту должен быть чистым, вокруг него должно быть чисто. И потому что наша школа знает, что в этом году будет юбилей памяти 60-летия запуска первого спутника на орбиту. В субботнике он прошел в канул Дня космонавтики, приняли участие волонтеры, ученики 33-й школы и воспитанники Центра Патриот. А сегодня для школьников и студентов пройдет исторический квест «Первый космический». Очень важно привлекать нашу молодежь, для того, чтобы все знали, помнили о том, что такое российская и советская космонавтика, помнили о достижениях прошлого и знали о достижениях сегодняшнего дня. И всегда смело смотрели в будущее. И еще 16 апреля в 11.00 на набережной от библиотеки имени Добролюбова стартует космический забег. Участникам предложат пробежать дистанцию 1957 метров. Именно в этом году, 60 лет назад, наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. Современники Юрия Гагарина, летчики советского отряда космонавтов, были первыми еще не раз. К примеру, Борис Волынов в январе 1969 года совершил полет на космическом корабле «Союз-5», во время которого впервые была осуществлена стыковка с другим космическим кораблем «Союз-4». Сейчас Борису Валентиновичу 82 года, и он по-прежнему проживает в звездном городке. Мы дозвонились до знаменитого космонавта и спросили, что для него значит дата 12 апреля. Это большой праздник, большое событие в истории человечества вообще. На Земле ведь никто до 12 апреля не мог даже мечтать. То есть мечтать могли, но возможности не было взлететь в космос. Что такое выйти за атмосферу? Атмосфера у нас 100 километров, а полеты космические за атмосферой. И на такой скорости, когда кругосветное путешествие, то есть полет вокруг земного шара за 90 минут, то есть это полтора часа. Но это же большое событие, правда? И к другим темам. В Архангельской области к весеннему половодью подготовились. Такую оценку дал заместитель министра МЧС России Владимир Степанов на заседании КЧС в Вологодской области. Прошедшие снегопады и ночные заморозки замедлили процесс разрушения и таяния льда. Тем не менее, ледоход в Поморье ждут раньше срока – в начале второй декады апреля. А подготовка к поводку 2017 решла на ежегодном оперативном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Архангельска и Вологодской областей. Оно прошло в Великом Устюге. Наш регион на нем представлял председатель правительства Алексей Алсуфьев. По его словам, на реках Северная Двина и Пинника толщина льда меньше среднестатистических показателей. Осенних заторов всего два. Они относятся к категории средних и могут вызвать лишь локальные неблагоприятные последствия. Из-за них в зоне риска находятся 12 населенных пунктов. Это 524 жилых дома с населением около 3000 человек, проживающих в Дябрино, Емецке, Холмогорах, деревне Верхняя Палинга и других. Подтопление социально значимых, потенциально опасных и критически важных объектов не прогнозируется. По природно-климатическим характеристикам ситуация отличается, безусловно, от прошлогодней, но поводов расслабляться это не дает. Мы усилили муниципальное звено реагирования нашей территориальной подсистемы в Котласе, в Котласском и Красноборском муниципальных районах. Те, которые были в прошлом году в зоне чрезвычайной ситуации, мы сегодня понимаем характер развития и прогнозирования ледохода и поводка по всему руслу уже большой северной двины, как реки до города Архангельска. Облет показал то, что проделана очень серьезная работа по подготовке, по проведению непосредственно превентивных мероприятий. Мы это увидели практически по всему маршруту полета. Было видно, что проведены ледорезные работы и там, где нужны подрядные работы проведены. Целый комплекс мероприятий, которые говорят о том, что с высокой степенью вероятности сделано все для того, чтобы не повторить ни в коем случае того, что было в прошлом году. С сегодняшнего дня закрыта пешеходная ледовая переправа на остров Кега. Это произошло раньше, чем в прошлые годы. Причина в том, что весна выдалась теплой и русла северной двины уже сейчас не позволяют удерживать мостки и переход становится небезопасным. Для сообщения с островом организовано 14 рейсов буксира в сутки. Запасы продуктов питания и острой необходимости завезены. В случае событий, то есть паводка, пункты временного размещения будут находиться в школе номер 70. На другим темам в этом году на обновление дорожного полотна в Поморье будет потрачено чуть больше 4 миллиардов рублей. Это на треть меньше, чем в 2016. Подобная негативная тенденция наблюдается во всех регионах страны. Об этом журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции с участием руководителя областного агентства Архангельск-Автодор. Миллиард с небольшим в 2017 году выделен на капитальный ремонт трассы М-8. Большое внимание в этом году уделят участку, который идет на Северодвинск. У нас сейчас есть подъезд к городу Северодвинск, подъезд к аэропорту Талаган. Конечно, их нужно перестраивать, их нужно реконструировать. Мы это прекрасно понимаем и понимаем, что это финансирование, серьезные деньги, которые нужно будет каким-то образом потом получить. На сегодняшний момент у нас есть проектная документация на участке 0-13, подъезд к Северодвинску. Это первоочередная цель, к которой мы хотели бы начать работать. В дальнейшем мы, естественно, будем разрабатывать проектную документацию на следующую участку и пытаться их ставить в следующую федеральную программу. При этом наблюдается общее снижение финансирования ряда крупных проектов, которые ведет областное агентство Архангельск-Автодор. Например, капремонт дороги Усть-Вага-Ядриха продолжится не в том объеме, что планировался изначально. Все серьезные работы мы перенесли на 2020 год. То есть по Усть-Ваге-Ядрихе, ну тут тоже такое направление еще раз повторюсь важное, на 2018-2019 год мы планируем проектные работы и реализацию только 2020 год. Старый асфальт мы будем ремонтировать, будем продолжать, в том числе и в работах по содержанию это будем делать, но более капитального характера работы, к сожалению, пока мы запланировать не можем. Приостановится и строительство объездной дороги в Котласе. Первый пусковой комплекс запустили в том году, я уже обозначал на презентации, в этом году мы заканчиваем. Он у нас соединяется, как у них правильно называется, Восточное шоссе, по-моему, да, в Котласе. То есть как-то частично, вроде бы, как этот вопросик будет решен. Это такой грандиознейший, колоссальнейший проект, который, ну, пока мы тоже не видим в ближайшей перспективе реализации. Подробнее о планах дорожников на ближайший год расскажем в 19.20 в программе «Автограф дня» на телеканале ТВ-центр. И в продолжении дорожной темы информация для автомобилистов. С 1 мая в Архангельске изменится схема проезда перекрестка улицы Папанино и окружного шоссе. Теперь направлением главной дороги будет правый поворот с окружного шоссе на улицу Папанино и левый поворот с Папанино на окружное шоссе. Напомним, вся дорога от М-8 до аэропорта Архангельск в прошлом году была передана в федеральную собственность. Это Краснофлотский мост, улица Папанино, окружное и Талашское шоссе. На этом все. Итоговую информационную картину дня представим в 19.20 на телеканале ТВ-центр. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok